Уважаемые друзья, я записываю сегодня свой маленький тезисный предвыборный ролик, как требует от меня законодательство, поэтому буду очень краток в связи с очень маленьким форматом. Я долго раздумывал, на каких вопросах нашего избирательного округа сосредоточиться, но понял, что надо подчеркнуть в своем обращении только главное, несмотря на то, что у нас очень много районов входит в округ. Первое. Главная проблема округа – это то, что отсутствует по-прежнему взаимосвязь между избирателями и органами власти всех уровней. Потому что, как говорят правильные избиратели, людей не слышат и не хотят советоваться с их мнением. При этом эту тенденцию мы наблюдаем в нашем округе, как в вопросах работы ЖКХ, транспорта, образования, науки, культуры, реновации, строительство точной застройки. И вот эта проблема, люди ее высказывают тем, что они встречаются, пишут письма, проводят пикеты, но реакции власти либо ее нет, либо это чисто формальная реакция. Поэтому главное не в том, сколько проблем в округе, безусловно, их надо решать. Главное в том, что должен быть механизм решения этих проблем. А механизм – это не когда люди друг другу рассказывают, что у них не работает транспорт, плохо работает школа, а когда они это рассказывают человеку, то есть представителю власти, который может принимать решение. Тогда этот механизм работает. В противном случае – нет. Значит, нужны общественные организации округа, нужны местные депутаты, нужны федеральные депутаты и нужны представители исполнительной власти. Вот в этом тандеме конгломерации, когда проводится слушание, когда приглашают людей, когда проводится какое-то голосование, по которому видно отношение людей к той или иной теме, тогда система работает. Именно так я и вижу работу системы в округе между гражданами и властью. И самое главное – должен существовать общественный контроль, который будет следить за самыми горячими вопросами округа. Спасибо за внимание.